Закрытые двери и разочарование. Алина Христенко называет себя постоянным клиентом этого обувного магазина. Сегодня она осталась без покупки. Я хотела что-нибудь из весеннего взять, но уже закрыто. На акцию протеста собралось около 70 предпринимателей, торгующих на привокзальной площади. Требования к властям одно – не отбирать их бизнес. Митингующим приезжает заместитель городского головы Геннадий Ткаченко. Заявляет, действия мэрии законные, ведь у большинства предпринимателей заканчивается срок аренды. Доводы чиновника, собравшихся, не убеждают. Здесь, когда строили нам, нам Лукьянченко говорил, это власть и бизнес надолго. Мы пять лет не проработали, и у нас уже забирают. У них нет права собственности на это. Это не есть объектами недвижимости. Это временные сооружения, которые в соответствии с договором на следующий день они должны сдать нам площадку в том виде, в котором она была. Ну, 22-го договор закончится. После эмоциональной экскурсии по рынку зам городского головы подходят к палаткам, где якобы работают игровые автоматы. Проверить, так ли это, не удалось. Торговые точки закрыты. Вот игровые автоматы. Покажите, свои поверили. Вопрос, кто что держит, коснулся и чиновника. Митингующие показывают магазины, которым, по их словам, имеет непосредственное отношение сам Геннадий Ткаченко. Зам мэра парирует. Где-то что-то стоит вот такое мое, или я получил какие-то деньги, этих претензий быть не может. Поэтому я прошу вас закрыть митинговые страсти. Эти, как их там, по-мягче сказать. И следить за тем, что вы плетете. Хозяин двух магазинов Джон Хвинге намерен отстаивать свои права в суде. При этом не скрывает, власть предлагала ему альтернативные земельные участки. Но вариант с переездом бизнеса на окраину города предпринимателя не устраивает. Во-первых, все занято. Во-вторых, прийди, скажи, вот и здесь. Там нарисуют сейчас красные линии, нам говорят, здесь нельзя, тут нельзя. Можно там вот в Песках, можно на 230-й стрелковой дивизии, на Грабарях возле кладбища тоже можно. Сносить эти торговые павильоны никто не будет. Пока. Предприниматели же заявляют, если на привокзальную площадь приедут бульдозеры, они выведут на улицу свои семьи и даже детей. Александр Певтьев, Евгений Якунин, телеканал «Донбасс». Давай, что закрывайте сюда, быстро.